Урок с огоньком. Не думали восьмиклассники Самсонова, что биология может так зажечь. Проводку замкнула из-за того, что крыша местной школы течет. Теперь под каждым швом потолка – ведра. Вытираем, убираем, маленько просохнет. Тогда в первых рядах еще дети занимаются. Все пришло в негодность. Мебель, стулья, столы – вот все они заржабели. В помещении капает не только во время дождя, но даже через несколько дней после. Отвалившаяся штукатурка, разводы на стенах, углах, вокруг оконных рам, в каждом кабинете второго этажа. А этот фон отлично подойдет для какой-нибудь квест-игры. Плесень, штукатурка отваливается, шов между плитами рассыпается. Под крышей видна арматура, а плафон скоро рухнет, его крепление прогнило от сырости. В 2015 году в школе, где занимается 160 детей, муниципалитет выделил 400 тысяч рублей на замену покрытия кровли. Рабочие приехали в ноябре. Грелками оттаяли снег, разморозили крепление, залили слой битума. Ветром его сдуло через месяц. Второй слой обещали сделать летом 2016 года. Но до сих пор ждем. Уже первого слоя давно нет. Мы подали бюджетную заявку, что район готов и просит включить наш объект образования в эту программу. Комплексная адресная инвестиционная программа. В ближайшее время будет составлен проектным институтом проект на устройство шатровой крыши. Вопрос это на контроле у главы администрации Шипановского района. А на очереди филиал школы на 44 ребенка Войкова. Отремонтированной в 2014 году на деньги района кровли хватило чуть дольше, на пару месяцев. С тех пор уже 4 года кабинеты не защищены от дождей. И в таких условиях проходят уроки. Если не сделать это кровельное покрытие, то начнут уже отходить плиты, на чем лежат, кирпичная кладка и прочее. Но в каких-то местах уже отходят. Как пояснили в Краевом министерстве по образованию, ответственность за работу, организованную муниципалитетом, они не несут. Но в любом случае, даже у типового договора на ремонт предусмотрено 5 лет гарантии. Гарантийный срок обязательств не прошел. И муниципальному заказчику необходимо вести активную претензионную работу. Чтобы все недоделки были устранены в рамках гарантийных обязательств. Поскольку повторное направление средств на этот же объект без вот такой вот работы будет считаться неэффективным и может быть даже нецелевым. И теперь району предстоит заставить подрядчиков переделывать работы. Неудачи или халатность встречаются в ходе выполнения госпрограмм. Как это случилось, к примеру, с детским садом Павловского района. При замене кровли рабочие, по словам заведующей, не вывели на крышу вентиляцию. И конденсат палился на голову детей. Еще чаще, к сожалению, обратная история, когда ремонта просто не могут дождаться. В Андроново-Тюменцевского района жители полгода добивались, чтобы перекрыли дырявую кровлю. Теперь полгода ждут, когда отремонтируют кабинеты, отсрежшие от дождей. В Троицком селе Белово крыша много лет топит актовый зал и кабинет географии. И, по словам директора, школу только планируют подать в программу ремонта. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости.